Дерябиха новая, а проблемы старые. Микрорайон есть, а нормальных дорог к нему нет. Проблемы, запроектированные без учета возрастающего количества машин территории, достигли своего предела. Об этой ситуации, когда жители бессильны, а местные чиновники равнодушны, мы уже рассказывали. После нашего репортажа ситуация, наконец, начала меняться в лучшую сторону. Вопрос транспортного сообщения сейчас на контроле в правительстве региона. Именно в этих стенах впервые за долгое время, что называется, глаза в глаза, встретились представители застройщика, инициативные группы жителей и чиновники разных уровней власти, областного центра, муниципального района и региона, чтобы, наконец, решать проблемы новой Дерябихи, а не просто о них говорить. Рабочее совещание инициировал заместитель губернатора Сергей Коробкин. Он же установил точные сроки решения конкретных проблем и потребовал неукоснительного их исполнения. Мы рассмотрели варианты местоположения дороги, обсудили другие вопросы в обустройстве. Направили запросы для согласования со службой Газпрома и Водоканала. Управление архитектуры нам дало подтверждение об имеющихся правовых и технических возможностях размещения транспортного сообщения в новой Дерябихе. Все эти вопросы у нас отражены в протоколе, протокол выполняется, и я планирую провести совещание в марте месяце, в середине, где подведу итоги выполнения моих поручений по этому вопросу. А если какие-то ваши, скажем так, рекомендации будут проигнорированы или пробуксуют, вот как будете реагировать? А вы такое допускаете? Я не допускаю, что будут проигнорированы. Все сделают все вовремя и в срок, который им поставлены задачи. Будем надеяться. Спасибо большое. Я тоже буду надеяться на исполнительность наших чиновников. Один из вопросов касался освещения в микрорайоне. Застройщик пообещал уже в марте исполнить свои обязательства перед жителями. Застройщик сообщил, что к 15 числу линия электропередач будет построена, и перейдут они к оформлению документов для последующей передачи их в администрацию района. Вторая актуальная для микрорайона проблема – перенос существующей детской площадки. Сейчас она установлена, хотя и в очень удобном для большинства жителей месте, но на частной территории. 56-й дом, где мы спиливали незаконную парковку, а на их территории, на частной, стоит детская площадка. Жители обратились в администрацию Богданинского сельского поселения и сказали, эту площадку они забирают себе. И мы вынуждены это сделать. Кроме того, они пообещали, что они заберут и оборудование. В администрации вопрос рассмотрели и предложили вот эту территорию за домом номер 59. Место было определено собственникам земли, исходя из документов на территориальное планирование. Далековато, зато рядом нет стройки, и игровое оборудование будет защищено от посягательств. Мы из худшего выбираем лучше, потому что больше в ту сторону, если уходить, в сторону Дерябихи-2, там вообще конкретно будет стройка, и представьте, что дети будут дышать этой строительной пылью. А здесь, во всяком случае, хотя бы лес, и для детей более комфортно. Третий вопрос, и, пожалуй, самый для жителей Остре, без внимания властей и застройщика тоже не остался. В микрорайоне появятся сразу две новые дороги. Согласно документам о территориальном планировании Богданского генерального плана, у нас предусмотрено два подъездных пути к населенному пункту. Это со стороны торгового центра, который строится, и проектируемая дорога, которая находится за микрорайоном Рожденцевский. Но на сегодняшний день застройщик столкнулся с подготовкой документов о территориальном планировании, так как там проходят три сети коммуникации, это и газ, и водопровод, и высоковольтная линия 3 кВт. Вопрос немножко затянулся в согласовании с этими организациями, поэтому администрация прорабатывала вопрос с двумя землепользователями земельных участков. И нашли мы с ними понимание, и в настоящее время подготовлен план график работы, как эти земельные участки будут передаваться в администрацию Ивановского муниципального района для организации подъездного пути. Эта дорога станет альтернативным заездом в микрорайон в обход Старой Дерябихи и будет проходить между домами 59 и 61. Глава района Низов Сергей Валерьевич дал поручение застройщику, как только сойдет снег, обязательно подъездные пути в гравийном исполнении сделать, чтобы жителями района Дерябиха-1 могли комфортно подъезжать к своим домам. Второй подъездной путь со стороны проспекта «70-летие Победы», несмотря на все сложности, тоже находится на стадии согласования. Приблизительно он будет выглядеть таким образом. Дорога начнется от конечной остановки общественного транспорта и пройдет по полю вдоль литеров 6, 8 и 10 Рождественского микрорайона Дерябиха-2. Обязательно в этом году, и не дожидаясь финансирования строительства этой дороги, готовы выступить в роли инвестора. В настоящий момент мы уже готовим проектно-смертную документацию этой данной дороги. И с момента получения разрешения от администрации Ивановского района на обеспечение этого земельного участка по данному обязательству. Готовы начать реализацию строительства. Дорогу обещают выполнить поэтапно. Сначала в гравийном, затем в асфальтобетонном исполнении. Пока жители ждут обещанного, проверки состояния подъездных путей в микрорайоне проводят сразу две прокуратуры – Ленинская и Межрайонная. На место выезжали и сотрудники МЧС. Район газифицирован, а значит, пути эвакуации должны быть продуманы. По данному вопросу поступило обращение. И в настоящий момент данный вопрос рассматривается сотрудниками Федерального государственного пожарного надзора. Слово остается еще и за мэрией областного центра. В протоколе все того же совещания у Сергея Коробкина городским властям поручили привести в надлежащий вид проезд вдоль строящегося сада в микрорайоне Рождественский. Когда его откроют, проблема транспортной доступности встанет еще острее.